здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами будем лепить вот такого потрясающего поросенка который спешит к нам в гости не с пустыми руками а с елочкой подписывайтесь на мой канал нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новые видео и начинаем итак для ножек берем 8 грамм мастики катая вот такие большие ножки нашего поросеночка будут коротенькие ноженьки так сразу делаем тут на копытце большие заострения прям прям очень остро делать не надо главное чтобы она просто там было и все обозначить копытце все это есть я их сначала надену на зубочистки чтобы они подсушились просто слегка можно и сразу вставлять шпажку роста не хочу почему потому что сейчас буду тело примерять и не хочу делать длинную шпажку неудобно на маленькой проще присмотреть на каком расстоянии ножки будут стоять и какое тельце то есть но как бы так мне кажется удобней вот такие небольшие копытца делаем вот а а вот 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 Смотрите, чтобы ваши ножки были одинаковой высоты, ширины, то есть чтобы визуально они были одинаковые. Для тела берем 50 грамм мастики, сельце сделаем пухленькое. Все какие-то свинка у нас, свинка должна быть пухленькой. Хорошо, разминаем мастику. Все вот такие вот заломы, если у вас появляются, стараемся прятаться, то есть где-то туда вниз, чтобы не было это видно. Тельце делаем тоже невысокое, чтобы свинка у нас была маленькая, но пухленькая, смотрим, чтобы оставался у нас хорошей округлости у нас были хорошие, чтобы не портился овал. Вот так, ну и примеряем наши свинки, отлично. Мне в принципе нравится, все пусть подсыхает, а мы пока с вами будем делать голову. Итак, для головы я взяла 100 грамм мастики. Подкатываем шарик, стараемся, чтобы не было заломов. Если опять же вот такие есть, то прячем их вниз. И так, скатали шарик, формируем теперь наше личико. И так, чуть-чуть его приплюснули слегка. Визуально разделили напополам. Так, смотрим, чтобы не портился наш обальчик. Так, аккуратно работаем, сильно не нажимаем. Так, сделали. Теперь опять же делим пополам. И вот так вот аккуратненько начинаем выдавливать наши щечки. Сильно не спешите. Не давите, потому что появятся такие морщины. То есть, если вы лепите тоже, как и я, стоп-продукты, то, к сожалению, от этого никуда не деться. То есть, если плавно все делать, то, в принципе, стопа отлично все лепится. И так, сделали. Вот видите, у нас вот такие вот щечки. Надеюсь, вам хорошо все это видно. И так, смотрим, чтобы щечки у нас были на одинаковой примерно высоте. Чтобы они у нас были визуально тоже одинаковые. Если вас все устраивает, тогда берем небольшой кусочек мастики. Ну, реально не сильно там гигантский. Делаем вот такой пятачок. С моего примеряем. Нарезать, к сожалению, не могу, потому что мои весы просто не показывают сильно маленькие веса. Итак, смотрим еще раз за щечками. Если что, оттягиваем еще их немножечко. Чтобы вот здесь как раз четко встал наш пятачок. То есть, смотрите по своему пятачку, насколько он у вас большой. Но сильно большой не советую делать. Сейчас поймете почему. Итак, приложили наш пятачок. Меня устраивает. Начинаем замазывать швы снизу. Если у мастики нет хорошего липкого слоя, значит обязательно промазываем клеем. Вообще, даже когда вы промазываете клеем, мастика лучше вот эти вот швы вот так вот заглаживаются, чем если без клея. У меня мастика довольно таки хорошая, мягкая. Поэтому буду делать так. То есть, немножечко захватываем стеком. Совсем чуть-чуть. Надеюсь, вам видно. То есть, это очень-очень легонечко делается. Я аккуратненько вот так вот разглаживаю. Пригладили. Пальчиком, если что, разгладили. Так, и вот теперь смотрите. Теперь, смотрите, делаем вот так. Здесь побольше захват. Побольше, чтобы как бы вытянуть этот немножко пятачок. Чтобы он был такой, как носик, но не совсем задранный. И аккуратно здесь это все сразу разглаживаем. Сначала стеком, потом помогаем пальцами. Чтобы это все выгладить, разгладить. Со всех сторон смотрите. Чтобы пятачок стал единым целым. Чтоб вот швов не было видно. Потому что эти швы... Конечно, кто лепит с мастики принцесса или модел пласт. В принципе, модел паст, вернее, извиняюсь. То, конечно, там проще с этим делать. Но, как говорится, не у всех есть возможность. Итак, пятачок наш готов. Вот так он выглядит у нас. Вот такой пятачок. Аккуратненько. Вот так. Так, теперь, если у вас есть вот такой стек, это очень хорошо. Потому что мы будем делать глазки. И вот этим стеком очень удобно это делать. Глазки делаем на уровне, где заканчивается или начинается наш пятачок. Такие капельки. Вот этот стек делает такие капельки, которые нам сегодня нужны. Видите, какая каплевидная такая форма. Ну, если у вас такого нет, то можно, в принципе, обойтись и вот такой. Тоже можно добиться такой капельки. Просто этим получается сразу раз. Все. Так, делаем капельки. Делаем небольшие углубления. У хрюшки нашей будут глазки маленькие. И делаем, опять же, вот этим стеком удобнее здесь делать. Делаем для наших щечек улыбочки такие. Рисуем улыбочку. Так. Берем мастику черного цвета. И будем делать глазки. И будем делать глазки. попали точно в капельку. Глазки у нас небольшие. Как я уже говорила и повторюсь сейчас еще раз. Может быть, вы первый раз смотрите мое видео. Глазки не должны выпирать. Они должны сидеть четко в своих углублениях. То есть, вот смотрите, видите. Нет выпирающего глаза. То есть, напала капелька четко на свое место. Вот я как раз сейчас вам покажу про выпирание. Вот капелька попольше получилась. Видите? Все, зашло четко. Так. Так. Сделаю я чуть пошире. Глазик. А этот чуть, наверное, все-таки поменьше возьму. Чуть-чуть мне не нравится. Так. Такие глазки у нас. Получается теперь наш пятачок. Так. Теперь делаем вот такие вот заломики, чтобы еще больше подчеркнуть наши щечки. Можно еще щечки сделать так вот туда прям поглубже. Свинка у нас будет счастливая, потому что это ее год. Так. Сделали глазки. Все проверили. Голову. Так. Давайте, наверное, сразу мы поставим блики на глазках. Чтобы глазки наши заиграли. Потому что я люблю, когда все-таки фигурка с живыми глазками. Так. Рисуем блики. Обычный пищевой гелевый краситель. Я использую Амери Колор. Можно Топ Продукт. Вилтон. Все, что вам удобно. Любые красители подойдут. Так. Видите, уже сразу, да? Как сразу фигурка начинает играть. Как только вроде добавили-то совсем чуть-чуть. Немножко бликов. Так. Теперь предлагаю поставить шпажки и одеть голову. Так. Снимаем наше тельце. Оно уже немножечко подостыло. Вставляем шпажку. Вкручивающими движениями втыкаем шпажку. Теперь смотрим на нашу дырочку. У меня шпажка довольно-таки большая. И аккуратно вдеваем. Вставляем на место все. Так. Примерили. Все хорошо. Отрезаем лишнее. Даже еще. Одеваем голову. Так. мне все нравится так теперь делаем ручки хотя не давайте мы сначала сделаем мушки потому что ручки мы сделаем последними для ушек берем небольшой кусочек мастики как я уже говорила лучше всего сделать колбас и разделить ее на две части чтобы получить две равные части мастики так ушки у нас будут довольно таки большие поэтому ориентируйтесь по капельке то есть чтобы они были такие широкенькие веселенькие лично смазываем место стыка клеем клеем меня на основе sms делается все очень легко берете просто sms небольшое количество воды добавляете он распухает у вас получается отличный клей мне очень нравится я раньше работал с водой но поверьте sms намного все проще и детали клеится намного лучше то есть попробуйте если вы до сих пор с водичкой работать так смотрим второе ушко все мне все нравится теперь обязательно сразу пока у нас кле не высох пока наша деталь к не засохла сразу замазываем швы здесь мы делаем еще так смотрите можно конечно не заморачиваться и вот эти швы не замазывать то есть просто приклеить как изначально у меня было и так и оставить поверьте то есть вот это небольшое количество времени которое вы потратите на затирание швов она себя окупает потому что ну как бы тогда получается что ухо это ухо а не отдельная какая-то часть деталь не знаю то есть сейчас увидите то вот будет у нас одно ушко будет замазано а второе вот просто приложить то есть разница очевидна как по мне так это ушко мы с вами согнем она у нас будет опущенная чтоб какая-то динамика шла так так это ушко у нас это вот такое то есть видите принципе это не не долго и все ушки готовы голову одеваем на место так теперь делаем ручки ручки делаем небольшие если на ноги у нас ушло по 8 грамм я думаю что на ручки мы возьмем где-то грамм опять не больше ручки тоже такие делаем пухлявые ну это сильно пухло я думаю мы даже сделаем делаем ручку по 5 грамм получается у нас будет каждая рука и так опять не забываем делать копытца смазываем смазываем место где будет наша рука клеем тут я совсем немножко тоже все-таки шовчик замажем вы можете этого не делать то есть это не критично и сильно фигурку это не испортит так и вторая рука какая прелесть сейчас мы ему еще все нарисуем и будет он у нас красивчик новогодний джентльмен так вторую ручку не забываем о копытце прикладываем то есть не забываем должна быть какая-то динамика у наших героев то есть если будут ручки просто по бокам да по швам это интересно всегда интереснее когда фигурки есть динамика когда можно видеть что идет какое-то движение поэтому старайтесь чтобы были разные стороны там ручки ножки то есть задаем какой-то темп и так ручки сделали теперь такой момент когда мы будем переставлять фигурку на тортик то удобнее если швы не будут замазаны вот именно на ножках то есть их лучше замазать уже непосредственно когда вы будете установите фигурку и замарите как я вам сейчас покажу специально хорошо смазываем место стыка клеем прям так добротно не жалеем клеем берем кусочек мастики катаем вот такую вот колбаску прикладываем ее и ближе поставлю и вот этим стыком начинаем вот так вот шов туда как бы втирать почему я вам советую сделать это непосредственно уже на тортике потому что фигурки которые стоят на двух ножках не на одной оси вот именно на 2 очень тяжело изъять из пенопласта и вот эти швы не повредить то есть в принципе вы не можете тянуть с одной степенью силы до две шпажки какую-то вы потянете все-таки по полегче какая-то будет тянуться с более большой силой и в итоге вот это все мартышкин труд будет то есть все равно отвалится их нога или поломаются вот эти швы и потом уже впоследствии сложнее это замазать как бы вот по моему опыту вам говорю проще и переносить проще вы достанете фигурку снимите голову там вытащите шпажку поставить потом оденете и все то есть это намного проще и шов замажете это тоже быстро чем сейчас например делать и так шов замазали все начинаем делать декор нашего личика так хочу я подрисовать ему бровки лучше всего это делать таким не прям коричневым цветом и розовым а что-то такое среднее я взяла просто такой темно-розовый и коричневый смешала вместе получила что-то среднее так рисуем ему бровки почему мы рисуем сейчас потому что мы будем потом тонировать и надо чтобы краситель уже подсох к тому времени когда мы будем заниматься тонировкой поэтому мы сразу сделаем ему бровки делаем ему ресничку такой прям сильно толстый не надо делать если нет у вас кисточки да тоненькой то можно в принципе и вообще этого не делать то есть не рисовать ему реснички то есть смотрите сами если вы не уверены в своих силах то лучше не трогать то есть просто нарисовали брови на этом остановились то есть потому что когда будет грубая толстая линия это хуже чем ее вообще нет так все теперь мы оденем ему новогодний колпачок для этого берем мастику зеленого цвета берем мастику отрываем небольшой кусочек и примеряем формируем какой у нас будет колпачок сильно большой я не хочу потому что еще будет у нас пумпончик поэтому сильно большой колпачок мы делать не будем так примере мне все нравится и возьмем мастику красного цвета сделаем ленточки по нашему колпачку можно их и нарисовать то есть как вам удобно не обязательно в такой же расцветке смотрите сами стиль вашего тортика у меня еще тортика нет есть уже фигурка поэтому моя фигурка будет уже уже изначально вот такая делаем тоненькую полосочку из красной мастики такую тоненькую сделала так берем кисточку кисточку и 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 вот такую вот шапочку и одеваем шапочку на нашу брасюночку так делаем такой помпончик помпочки хочу сделать большой делаем вот тут углубление наносим клей и одеваем так теперь смотрите можно сделать его таким вот волосатым берем зубочистку как бы вытягиваем вот так вот с помпончика можно этого не делать смотрите сами можно просто оставить как бы ровный но мне кажется что вот такой пухнястый помпончик будет смотреться намного эффективнее чем если просто ровный шарик аккуратно сильно не прижимайте чтобы все наши неровности не память то есть не даем слегка пальчиками придерживаем если что лучше потом чуть позже еще там его почесать зубочисткой если где-то что-то там примялось прижалось чем сразу надавить так пончик готов теперь я вот смотрю меня немножечко не не хватает сейчас я добавлю ленточку и еще я хочу сделать чтобы свинка у нас в гости приходила не с пустыми руками хоть он у нас и король вечеринки но все равно подарок моему в руки вложим берем мастику более темного зеленого цвета и формируем и формируем и формируем и формируем елочку опять же делаем конус прикладываем его к нашей свинке приклеивать мы его сейчас не будем потому что мы будем еще тонировать поэтому просто приложили теперь можно сделать нашу елочку все все чесать ну как бы резать не надо то есть мы делаем небольшую часть остальную часть мы сделаем уже после того как мы ее приклеить то есть подделали видите половина пустая половина сделано поставили теперь начинаем тонировать нашу фигурку для этого берем красители красного и розового цвета у меня вот такие то есть если надо кину ссылочку где их заказал на алиэкспресс тонировать одно удовольствие очень мягкий ворс то есть для более плотного такого цвета я беру такие кисточки где поплотней для мягкого вот эту кисточку беру так так таким красным цветом только не сильно переусердствуйте тонируем наши ручки то есть аккуратно не сильно легонечко совсем тонируем наши ножки ручки девочки задавали мне вопрос по сухим красителям я не могу к сожалению сказать кто производитель так как в магазине в котором я покупаю сухие красители и вообще все по кондитерке у нас они фасуют сами по баночкам и получается что ну как бы я спрашиваю они мне сказали что это индийский сухой краситель кто производитель без понятия ответить продавец мне так и не смогла внятно кто производит поэтому тут к сожалению не помогу так смотрите то сильно 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 прям там не стараемся затонировать придаем тени теперь сделаем затемнение вот здесь аккуратно чтобы наши белые части не запачкать почему мы не делаем затемнение здесь а делаем затемнение здесь потому что так визуально наш поросеночек будет как бы лицо будет еще более широким то есть более пухлым поэтому поэтому мы тонируем центр хорошо тонируем пятачок с пятачок можно прям вообще нормально затонировать не жалеть красителя так смотрите какая прелесть правда это наши ручки ушки такие должны быть более розовенькие или красненькие ну у меня такой красный что он больше похож на розовый чем на красный так и щечки делаем розовые такие прям очень очень розовые прям не бойтесь намазать только стараемся не размазывать везде а вот как бы вот именно вот этот маленький участок который мы с вами вытягивали то есть только его то есть работаем на маленьком участке чтобы вот знаете как сказки морозка там свеклой мазалась щеки круглые вот так у нас такие вот маленькие кругленькие щечки очень яркие потом слегка расстряховываю совсем так чуть-чуть вот такой прелестный поросеночек у нас получился так и теперь делаем блики блики обязательно я очень люблю белый гелевый краситель берем опять белый гелевый краситель берем опять вот таким вот стеком мне очень нравится очень маленькая шишечка очень удобно делать капельки то есть берем небольшое количество и делаем такие блики также делаем блик на носике делаем блик на нашей шапочке и в принципе мне кажется можно еще подавить на глаз блики потому что они тускнеют краска впитывается краска впитывается поэтому можно половить смотрите наш свиненок уже начинает играть так теперь приклеиваем ему наш подарок нанесли клей аккуратненько если что можно вот еще вот тут клей нанести например приложили нашу елочку потрясающую елочку приложили посмотрели сразу где нужно подрезать недостающие гоночки ну и что у нас осталось сделать хвостик елочки ножку новогодний хрюнь готов так делаем хвостик как вы заметили вот я голову тоже не буду сейчас приклеивать потому что когда будет переноситься фигурка на торт шов буду замазывать уже по ходу пьесы так хвостик цепили сразу шовчики все замазали хвостик закрутили вот хвостик готов делаем ножку для елочки берем кусочек мастики коричневого цвета небольшой и делаем ножку для нашей елочки я буду делать такую вот каплевидную так и и поклею что пусть наверняка наша елочка Не упала. Джон Тульмен. Сделаю бликов на ёлочке и фигурка новогодней свинки у нас готово. Вот такой замечательный свин у нас в итоге получился. Надеюсь фигурка вам понравилась. Пишите пожалуйста комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, какую бы фигурку вы хотели увидеть в следующем видео уроке. И также конечно же подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх и нажимайте на колокольчик, чтобы не забыть о новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok